Современный дизельный сервис каждый день сталкивается с огромным количеством разнообразных типов и моделей дизельных топливных насосов и каждый раз встает задача насос надо крепко зафиксировать разворачивать в нескольких положениях для того чтобы его разобрать отремонтировать и собрать и привычные всем традиционные тиски для этого не подходят потому что есть серьезный риск повреждения корпуса насоса при зажиме его в тиски я хочу представить разработанный нами стапель для разборки и сборки насосов системы common rail и более старых типов насосов этот стапель позволяет вращать насос и фиксировать его в различных положениях при этом сама фиксация занимает буквально секунды и насос крепко зафиксирован я хочу показать как это работает я устанавливаю на стапель насос bosch cp 3.4 автомобиля man как вы видите я легко манипулирую насосом на стапеле и могу его закрепить в любом необходимым для работы положение то есть мы можем работать задней частью насоса с подкачивающим насосом мы можем работать с этой стороны открутить болты крепления насоса и с этой стороны мы можем зафиксировать насос под удобную руку для того чтобы открутить клапана если есть необходимость поменять самый большой насос cp 3.4 на самый маленький cp1 компакт можно сделать следующее установить адаптерный фланец зафиксировать адаптерный фланец тремя болтами и установить насос вот самый маленький насос bosch cp 1 компакт установлен и зафиксирован на стенде как вы видите конструкция адаптерного фланца такая что мы можем полностью разобрать насос не снимая его со стапеля то есть мы можем извлечь передний фланец сквозь отверстие в адаптерном фланце мы можем раскрутить насос к нему имеется доступ с любой стороны для правильной сборки насоса мы можем воспользоваться дополнительным прижимом этот прижим позволяет собрать насос без риска повреждения уплотнительных колец согласно технологии производителя стапель поставляется с набором адаптерных плит и адаптерных фланцев которые позволяют работать с большинством моделей дизельных топливных насосов сейчас я хочу показать как на этом стапеле можно установить для разборки и сборки еще более крупный грузовой насос bosch модели cp2 для этого нам необходимо поменять адаптерную плиту это делается очень просто для этого нам надо открутить два болта снять адаптерную плиту с поворотным фланцем и установить адаптерную плиту специально разработанную для насосов cp2 bosch и насосов common rail комминс и насосов комминс капс сейчас устанавливаем насос cp2 как видите масло которое вытекает из насоса не льется на ноги мастеру а попадает нержавеющий контейнер для сбора грязного масла и дизельного топлива насос установлен все положения необходимые для разборки и сборки насоса для удобства мастера в любом таком положении насос может быть зафиксирован то есть мы можем демонтировать насос низкого давления мы можем демонтировать блок дозирующих клапанов мы можем демонтировать разъемы датчик и демонтировать плунжерные пары для работы с насосами denso модели hp3 и hp4 нам необходим опять основная адаптерная плита с поворотным фланцем и дополнительный фланец который необходимо установить на плиту вот насос установлен мы можем работать с насосом в любых положениях и конструкция адаптерного фланца разработана таким образом что передний фланец насоса снимается для демонтажа вала толкателей всех внутренних деталей насос для удобной и легкой сборки насоса мы можем воспользоваться прижимом для работы на стапеле с насосами denso типа hp0 medium duty heavy duty и ультра heavy duty разработана специальная адаптерная плита которую нам необходимо установить демонтируем основной плиту с поворотным фланцем и устанавливаем адаптерную плиту дэнсо для насосов hp0 плита установлена для установки на стапель насоса фланцевого типа нам необходимо вернуть специальный болт установить насос и зафиксировать заднюю часть двумя болтами далее мы разворачиваем насос передней частью и окончательно зажимаем передний специальный болт насос прочно зафиксирован мы можем работать с подкачивающим насосом мы можем работать с датчиком с клапаном перепускным и штуцером подачи топлива и очень важный момент у насосов denso hp0 для их разборки необходимо открутить штуцер нагнетательного клапана и клапан контроля давления если эту операцию проводить прямо на насосе то существует большой риск поломки алюминиевого корпуса насоса поэтому для выполнения такой операции на адаптерной плите спроектирована специальное отверстие куда можно зажать плунжер зафиксировать его болтами и открутить клапан контроля давления и штуцер нагнетательного клапана без риска повреждения насоса для работы с насосом delphi dfp1 необходимо использовать специальную адаптерную плиту которая также подходит для насосов в vp30 vp44 dpi dp7 dps то есть эта плита имеет очень широкие варианты применения и устанавливается также быстро как я показывал для предыдущих адаптерных плит все замена адаптерной плиты произведена мы можем установить насос delphi вот насос установлен и мы можем аналогичным образом работать с насосом в любом удобном для нас положении аналогично на стапель можно установить разобрать и собрать насосы bosch cp 4.2 cp 4.1 и и delphi dfp6 аналогично сквозь отверстия в адаптерном фланце мы можем демонтировать передний фланец и полностью разобрать насос установив его в удобном для работы положении при помощи этого стапеля можно работать самыми различными типами топливных насосов высокого давления от старых маленьких рядных тнвд распределительного типа тнвд одноплунжерных и роторных и до самых современных насосов высокого давления системы common rail мы предлагаем одно универсальное решение для всех дизельных сервисов и а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok